Солнышки мои золотые, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с Мурёнкой поведаем вам азербайджанскую народную сказку. И сказка называется «От судьбы ты и не уйдёшь». Однажды молодой Шахзаде со своими Назирами-визирями отправился на охоту. Отгонялся он за Джираном и так далеко опередил своих спутников и, наконец, заехал так далеко, что совершенно потерял их из виду. Желая возвратиться к своим Назирам и визирям, он заметил, что заблудился. Впереди находился тёмный лес. Позади обширное поле, чистое, нестоптанное, ни людьми, ни зверями. Посмотрелся он кругом, нигде дороги не видать. Бросился в одну сторону, бросился в другую сторону. Ну что там? Нет, не то что дороги, тропинки нет и следа-то человеческого нету. А между тем стало темнеть. Молодой Шахзаде с имени Малаха на устах въехал в лес. Привязал он лошадь к дереву, а сам сел, чтобы отдохнуть под ним. Утолив голод хлебом и сыром, который он нашёл в своём хурджуне, он совершил намаз, лёг и заснул крепким сыном. На другой день, когда он проснулся утром, то сквозь деревья заметил вьющуюся над лесом тоненькую струйку дыма и догадался, что недалеко находится человеческое жильё. Он быстро встал и, держа своего коня на поводу, направился в сторону, откуда поднимался дымок. Сделав несколько шагов, он очутился перед маленьким домиком. Привязав свою лошадь к дереву, Шахзаде тихонько зашёл в домик, чтобы узнать, кто же в нём живёт-то. А вдруг джинн или человек? А шайтан или милек? А шельник или разбойник? Друг или враг? Но в домике, кроме дряхлого старика, никого-то и не оказалось. Старик этот, сидя на тахте на подушечке, одной рукой перебирал чёрные чётки, а другой перелистывал лежавшую перед ним на тахте большущую книгу, в которой по временам что-то записывал тростниковым пером. «Салам алейкум, дядя!» Приветствовал старика Шахзаде. «Аллах, помощь! Да умножит он твоё терпение! Да сделает он благотворным для людей, прибыльным для тебя твой труд!» «Алейкум ас-салам, сын мой!» Ответил старик на приветствие Шахзаде. «Откуда тебя несёт Аллах?» «Да заблудился в лесу, дядя! И не знаю, как найти дорогу-то теперь! Увидел твой домик, зашёл, чтобы отдохнуть под твоим гостеприимным кровом!» «Гость принадлежит Аллаху, сын мой! Сядь, отдохни! Я сейчас кончу свою работу и угощу тебя, чем Аллах послал!» Шахзаде сел возле старика на тахте и начал наблюдать, как тот работает. И вдруг он обратился к старику. «Дядя, не считай мой вопрос предосудительным! Ну, скажи мне, что ты делаешь здесь и что ты записываешь в эту большущую книгу!» «Сын мой!» Ответил ему старик. «То, что я делаю здесь или что записываю в эту книгу, тебя не касается! Ты лучше отдохни и ступай с Богом!» «Ну, нет! Я не уйду!» Сильно задетый словами старика, сказал Шахзаде. «Не уйду, пока ты не скажешь мне, что ты записываешь в эту книгу!» «Сын мой, не злоупотребляй правом гостя!» Мягко сказал старик. Но Шахзаде сидел на лошади уже с шейтана и не отставал от старика. Он хотел во что бы то ни стало узнать, что же старик записывает в книгу. Он так просил, так умолял, что старик, наконец, смягчился и сказал, «Сидеть на лошади шейтана упрямиться! Я записываю в эту книгу судьбу людей, кому что определено!» «В таком случае, потрудись узнать в твоей книге, что же определено мне судьбой!» попросил Шахзаде. Старик начал перелистывать книгу, бормоча себе под нос. «Бесимилах ирахман ирахим!» И, наконец, подняв седую голову, посмотрел пристально в лицо Шахзаде и сказал, «Сын Шаха, отныне известна твоя судьба! Тебе предназначена женитьба на дочери бедного пастуха, который вот уже несколько лет страдает неизлечимой болезнью и в настоящее время находится в хижине своего отца!» «Врешь! Глупый ты старик!» закричал разгневанный Шахзаде. «Да я не верю твоему нелепому предсказанию, чтобы я, сын Шаха, женился на больной дочери какого-то бедного пастуха!» «Я передал тебе только то, что прочитал в моей книге о твоей судьбе!» возразил старик. «Да плевать мне на твою книгу и на твое глупое предсказание!» Повернувшись спиной к старику, Шахзаде стремительно вышел из комнаты и целый день бродил Шахзаде по лесу, отыскивая дорогу и, наконец, увидел узенькую тропинку, которая вывела его из леса. Было уже темно, когда Шахзаде вышел на поляну. Он не знал, какой путь ему держать и пошел на удачу, куда глаза глядят. Долго он шел, коротко ли, Аллах только ведает, но шел до тех пор, пока не увидел перед собой светящийся огонек и пошел по этому направлению. Через несколько минут он очутился у ветхой, полуразвалившейся хижины. Перед которой был разведен огонь, а около него на голой земле сидел какой-то барванец и чинил чарыхи. Увидя приближающуюся Шахзаде, бедняк вскочил и приветствовал его низким поклоном. «Салам алейкум, добрый человек!» сказал Шахзаде. «Я потерял дорогу и заблудился. Не поможешь ли ты указать мне дорогу? Я отблагодарю тебя за твой труд!» «Алейкум асалам, ага!» «Я душевно рад служить твоей милости, но, к несчастью, до горда очень далеко. Едва ли мы ночью найдем дорогу. Если ты подождешь до утра, то я выведу тебя на дорогу. Тем более, что ночью страшно пускаться в путь, да и дороги небезопасны от разбойников». «Что ж делать? Придется подождать до утра», сказал Шахзаде. «А где же мне переночевать-то?» «Если не побрезгует твоя милость, я помещу тебя в моей хижине. Там спит только моя больная дочь». «Больная дочь? А кто же ты сам?» спросил Шахзаде. «Я бедный пастух, милостивый ага, твой покорный раб». «И ты говоришь, что у тебя есть больная дочь?» «Да, мой высокоуважаемый ага. Видно, грешен я перед всемогущим Аллахом. И он своей карающей рукой хочет наказать меня за великие мои прегрешения. Дал мне дочь, которая вот уже несколько лет страдает неизлечимой болезнью. Много мы приглашали хакимов, но никто не мог вылечить ее. Она лежит в своей комнате и не может двигаться. Да, видно, Аллах навсегда отвернулся от нас. Не хочет взять ее к себе, чтобы мы, наконец, успокоились». Шахзаде Тачажа догадался, что этот пастух и есть тот самый, на дочери которого, как предсказал ему старик, он должен жениться. И в ту же минуту у него возник план погубить его дочь. «Хорошо», сказал Шахзаде пастуху, «я засну в твоей хижине и постараюсь успокоить твою больную дочь, чтобы она не мешала мне. А ты пока возьми вот эти два червонца и дай-ка мне поесть чего-нибудь, а то я голоден». Пастух взял червонцы, поблагодарил щедрого Шахзаде и приказал жене открыть суфру для дорогого гостя. Когда Шахзаде кончил свой скромный ужин, пастух повел его в хижину, показал ему постель, а сам удалился. Он и жена спали на дворе под открытым небом. В полночь Шахзаде проснулся, вышел во двор, чтобы проверить, спят ли пастуха и его жена. Те, ничего не подозревая, спали крепким сном. Тогда Шахзаде взял свой кинжал и подошел к постели больной девушки. «Посмотри теперь, как исполнится, глупый старик, твое предсказание!» Сказал он и со всей силой ударил спящую девушку кинжалом. Положил у ее трупа мешочек, наполненный червонцами, и вышел из хижины. Сел на своего коня и исчез в ночной темноте. На другой день он нашел своих путников, которые искали его всюду, а с ними вернулся домой. А посмотрим теперь, что же стало с дочерью пастуха. Действительно ли она была убита или Шахзаде обманулся в своих ожиданиях? Дело в том, что эта несчастная девушка несколько лет страдала водянкой. Живот ее был вздут так, что она не могла ни встать, ни сесть, ни ходить. Думая убить ее кинжалом, Шахзаде так ударил, что кинжал пронзил ей живот. Оттуда и вытекла вода, смешанная с кровью. Таким образом, Шахзаде желая убить девушку напротив, помог ее выздоровлению. На другой день, войдя в хижину к дочери, пастух и его жена застали ее плавающей в крови, а около нее мешочек, наполненный червонцами. Когда они подняли дочь, то к великой радости нашли ее совершенно здоровой. Обрадованные родители горячо поблагодарили Аллаха за его великую милость. Спустя несколько времени они переселились в город, купили там себе великолепный домик и стали жить весело и счастливо. А между тем, дочь их подросла и стала такой красавицей, что и Уль, и Милек, и Аллаха могли бы позавидовать ее красоте. Вот однажды Шахзаде, да, да, тот самый, что хотел убить ее, проезжал мимо дома бывшего пастуха и увидел на крыльце прелестную молодую девушку, которая своей красотой словно говорила солнцу, «Да ты не выходи! Я уже вышла! Я сама солнце!» Шахзаде страстно влюбился в нее и пошел к своему отцу, поклонился ему в ноги и сказал, «На свете много красивых девушек, но та, которую я знаю, краше всех, она краше луны, краше солнца, разреши мне, отец, жениться на ней!» Шах сначала не хотел даже слышать, а женить без сына на дочери незнакомого человека. Но когда сын заявил, что он или женится на ней, или бросится с высокой скалы, Шах дал согласие и женил сына на дочери пастуха. Он устроил пышное свадебное торжество, которое продолжалось семь дней и семь ночей. А сын-то и не подозревал даже, что он женится на дочери пастуха, на той самой девушке, которую он хотел убить. Однажды молодая царь явна с матерью и сестрами своего мужа пошла в баню, и те заметили на животе своей невестке глубокий шрам и сказали об этом Шахзаде. Он расспросил жену и узнал, что она та самая дочь пастуха, которая была определена ему судьбой и которую он хотел убить. И он вспомнил предсказание старика в лесу, восхвалил премудрые начертания Аллаха и воскликнул. О, Аллах! Правда, что все то, что написано в книге судеб, должно исполниться, и ни один человек не уйдет от своей судьбы. А я-то был слепец, когда не хотел этому верить. Вот ведь оно как! О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах! Продолжение следует...